4 тысячи жизней. Много или мало? Капли в море для 142 миллионной России. И все же, если бы кто-то приговорил к смерти разом все населения села, городища, это бы вызвало общественный резонанс. Только вот беда, эти 4 тысячи будут уходить незаметно для окружающих, задыхаться в своих постелях, тонкие, прозрачные, уставшие от борьбы и страданий. На Камчатке и в Москве, в Белгороде и Красноярске. Больные мукови с цедозом будут умирать, потому что лечить их больше нечем. Фортум ушел с российского рынка, колестина еще полгода не будет. С Тейнамом похоже, то же самое. Остановите видео, почитайте скриншоты с Инстаграма, люди в шоке. Там же слезы и паника. Здесь, сухие факты. Мы привыкли, к мысли, что у нас срок жизни короче, а путь труднее, чем у остальных. Мы привыкли, вставать засветло и делать ингаляции и кинезиотерапию, чтобы оттянуть неизбежное. Мы привыкли быть сильными, улыбаться и прошибать лбом стены. Мы привыкли верить и надеяться. Но нам перекрыли кислород. Пока весь мир говорил о таргете и прорыве в медицине, мы всем российским сообществом пациентов готовились к замене препаратов базовой терапии. Но этого оказалось недостаточно, чтобы мы задохнулись. И вот нас лишили антибиотиков. А наших детей надежда даже на статистические 25-30 лет. Я не знаю, что еще сказать. Я не знаю, что делать. Некоторые из наших ребят еще дышат только благодаря антибиотикам. В любой момент один из этих препаратов может потребоваться и моим детям. Я отказываюсь молча хоронить наших детей. Помогите нам. Вы можете, я знаю. Ссылка на мою группу инстаграма и ссылка на петицию под видео. Пишите посты, расскажите о нас людям. Мы не хотим умирать. Оставляйте лайки, репосты. Сохранение на этот пост, они помогут показать его как можно большему количеству людей. Привлекайте внимание СМИ и крупных блогеров. Поддержите хэштег верните подчеркивание мв подчеркивание лекарства. 4 тысячи. Смертей или жизней. Голоса моделирован роботом. Как выяснилось за эти три дня, как создалась петиция, нас в сотни раз больше. Муковисцидоз, онкология, диабет, эпилепсия, астма. За этими словами взрослые и дети, медленно умирающие без лекарств, которых больше нет.